Чтобы расставить все точки над «и» в вопросе с БТА-банком, в кабинете министров состоялась представительная пресс-конференция с участием всех, кто будет заниматься дальнейшей судьбой банка. Пожалуй, главная новость – это то, что в ближайшие дни должна возобновиться нормальная работа финансового учреждения. Речь идет о днях. Точную дату назвать, поэтому неужели, но речь идет буквально о днях, и решение будет принято в ближайшие дни. Напомню, еще в марте у банка начались проблемы с ликвидностью, из-за которых были введены ограничения для клиентов. В результате вкладчики могут снимать только ограниченное количество денег, а у юридических лиц возникли более серьезные проблемы. Налоги не можем заплатить, соответственно, мы не можем заплатить коммунальные платежи, у нас проблемы с выплатой заработных плат, соответственно, компания уже, в принципе, на грани кризиса, разорения. Платежи все прошли, ничего штрафуют уже, налоговые штрафуют, все нас уже штрафуют, повторно отправляем деньги, и никто ничего не говорит. Клиенты провели несколько акций протеста, едва не дошло и до штурма головного офиса. Клиенты должны... Вы свой банк зайдем! У нас здесь деньги. Сейчас несет всякие границы. Мы хотим зайти, почему нас отпустят? В результате принятых Центральным банком России решений в БТА Казань с 27 мая введено временное управление, осуществляемое агентством страхования вкладов. На сегодняшний момент несколько основных задач. Первое – это решить вопрос с вкладчиками, чтобы они почувствовали спокойствие вкладчики при всем том, что они нервничали, то есть вели себя действительно очень достойно. Сейчас, я думаю, что они могут перестать нервничать, будет продолжаться нормальное обслуживание. Дальше действие временной администрации будет списан капитал до 1 рубля, будут открыты эмиссии и войдет новый собственник, который в итоге поменяет органы управления. И после этого наша временная администрация выйдет, и Татфонбанк, его основной акционер, будет управлять этим банком, и все у него будет хорошо. Практически целый месяц ушел на поиски сонатора. Как рассказал журналистам глава Национального банка Татарстана Евгений Богачев, на это претендовало множество организаций, но республиканские власти хотели видеть в этой роли местных предпринимателей. Поверьте, не самое простое решение – это поиск компании, которая могла выступить в качестве сонатора этого банка. И здесь я хотел бы Роберта Ленадовича поблагодарить, что были изысканы возможности, изысканы средства для реализации этого, в общем-то, непростого проекта. Когда временная администрация, назначенная АСВ, завершит свою работу, по нашим оценкам, это может быть и от полутора до трех месяцев. И с этого момента новая нефтехимия становится стопроцентным хозяином БТА Казани с уставным капиталом 1,8 миллиарда рублей. Вливание в БТА Казань составит почти 13 миллиардов рублей, при этом финансовые обязательства составляют всего 6 миллиардов. Однако вопрос на этом не исчерпан. Проверка Национального банка и анализ Агентства страхования вкладов выявили махинации, которые могут иметь и уголовные последствия. Материалы в правоохранительные органы будут переданы в полном объеме, и те, кто допустили соответствующие нарушения или преступления, они, соответственно, будут обязательно наказаны. Здесь это наша принципиальная позиция. Временная администрация будет работать от полутора до трех месяцев, после чего БТА Казань перейдет под контроль нового собственника. Скорее всего, он продолжит работу как самостоятельное финансовое учреждение. Александр Третьяков, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир». Продолжение следует...